Мы отбили атаку барона. Но навсегда оставить эту проклятую пустыню позади нам мешает нехватка топлива. Так что пока остальные готовят Аврору к отъезду, я, Гюль и Дамир должны пробраться в нефтяной терминал и выкрасть оттуда цистерну с топливом. Нужно открыть ворота изнутри, чтобы ребята могли подъехать над резине, прицепить цистерну и уехать до того, как бойцы барона успеют очухаться. Гюль с Дамиром будут ждать меня возле терминала. Привет, у нас много сегодня дел. Помимо того, что мы будем воровать сегодня топливо, нам нужно помочь еще местным. Плюс у нас есть неразведанные места. В бой! О, смотрите, заправляют прям. Ничего себе прикольное не придумали, да. Вот то, что мы угнали. Проливают воду, вы что? Артём, пей, пей. Ра-ра-ра. Ха-ха-ха. Артём, мы вот уезжать собираемся, а у меня душа не на месте. Помнишь, я тебе про корабль говорила? Ну, полуразобранный. Все, думаю, про бедняк, которых там держит. Может, получится им еще помочь, а? Если не мы, то кто? Я туда как раз направляюсь, не переживай. Скорее бы отсюда свалить. Все будет хорошо, все, я пошел. Все будет хорошо, не переживай. По идее, заключенный тур. Поехали освобождать. Заходим аккуратно. Слышь, черняет на нас низковыродится, а? Да немля, не должна. Ну, если никакая сука кран и собак куда не надо, не будет. Да. Дай ключ на 16. Не даст. Вон тебе ключик. Я бы, в принципе, тут свет выключил. Можно? Вроде как нет. Ну, ладно. Ну, сейчас так потихоньку и будем идти. И все подчистим. И все подчистить. В смысле, то есть, тут, тут, тут. Тут аккуратненько спалит меня. Закрывай, давай. Лады, закрываю. Дальше что? Вот, вернись там, или, не знаю, сделать что-то. И... Ну, у вас тут многовато. А, вот я могу свет выключить. Все, вижу. В смысле, не попадает? Вы же меня не видите, правильно? А, в смысле, ты не попадаешь? Здесь, здесь, не переживай. А, в смысле, блин? Начинаешь бесить меня потихоньку. Вот эта вот расхлябанность оружия. Ну, я четко наставляю, куда надо. Наконец-то. Ну, куда вот ты летишь? Падни, сейчас расслабимся. А то просто у меня подгорает, чтобы меня не раскрыли. Беде. Сейчас, укачнем на всякие. О, иди ближе, легче попадать будет. Вылазь. Что это у меня? За ящиком, за ящиком. Ну, все, у меня раскрыли. Не знаю, где-то меня увидел. Прикройте, братаны, перезарядка. Угу. Приезжал суда. Ни одного не попадает. О, слава богу. А, ну, теперь у меня качается. Все, ну, на красном все равно теперь травит. Вот так вот. Ну, вроде же, как вы закончились, не? Все, идем лутать вас. Ну, я даже не знаю, как это теперь считается. Один там попытался в меня пострелять. Но по итогу в меня никто ни разу не попал. А, ну, этот не такой терминатор, как тот был. Понял. Этих убил. Вот такой вот негодяй. Зря ты с нами связался, блин. Убил в 3 секунды. Прям зря, вообще, да. Жалею. О, е-мое. Понял. Вау. Какая девочка. Ничего себе. Переноска была, вы видели? Хе-хе. А с Артем переноску забрал. Так, а где кого я тут спасти должен? Я и не понял, если честно. А ну, еще раз. Так, пункт управления, да, у них? Давай сюда. Интересные обвесы. Так. Так, а что нужно было сделать? Скажите мне, пожалуйста. А, вот так. А, тут вниз. Ну, я так понял, я вас особо делал, да? Ну, надеюсь, Гюль заценит. Это жест. Можно выйти? Нет. Выход был тут, я точно помню. О, тут потемнело. А, не, наоборот, расцветает. Поехали! Я пока ничего не... А, вот. Ну, хоть кого-то мы освободили. Будут они на свободе. Давайте нам карту... ...на... ...право. Ну, то есть, или вот так. Так, машину брать не будем, пусть тут остается. Let's go. Аль... Глухомань, говоришь. Вертолет. Хочешь в голову? Шот. Два шота в голову. Три шота в голову. О, это я же думал, ее в принципе убить невозможно. Ну, если бы кто-то был... О, тут что-то интересное у нас. О. Give me more light. Даже вот так давайте. Улутецки это понятное дело. Давайте включим свет. Что же это было, вопрос? Слитые кровавые. Тут шумит. Еще одно тело. Какой-то... Ох ты. Сейчас, подожди, подожди. Я уже понял, что вы и что вы. Окружили, полундра! Сейчас, секундочку. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, слезы горят. Что ты не понял? Подыгрывай давай. На сегодня масленица. Нравится? Еще хочется, да? Мм, вы... Че, че, че? Ну, это не все слышат. Слышал? Давай так, меж тут так. Иди сюда. Ты что, мой хороший? Да, ну, я не слышу! Эй, ты откуда вылез? Ты как это сделал? Вообще, боже, как... Все уже разъяснили! Эм... Секундочку. Эй! Выходи, на! Парахлом наше вражица решит! Сцелоскопно сдержишь, сука! А откуда вы тут взялись? Тебе, уроду, было же сказано, что тут все наше! А тебя еще раз увидим, порешим! Было! А теперь, милля, не обижайся! Выходи, сука! Кончать все будем! Там кто-то есть? Или это они мне? О, смотрите, коли они в одном месте все... Держите! Эй, тебя зовут! Сюда вообще, по воздуху пришел какой-то... Все? Да, наверное, все-таки они со мной, да, говорили? Только странно, я же зашел, никого не было. По-любасу заспавнились. Я просто пока тут с этими гюлями разбирался. Я же не понимаю, кого так звать, если честно, потому что... Гюль у нас есть персонаж. Артемка полечит. И вроде этих чудовищ тоже гюль звали. А может вы оттуда пришли? Ну, смотрите, вот эти гранаты решают. Две гранаты. Ну, как бы все. Здесь нам можно было выйти и поговорить. Они такие, ааа, гастролеры? Что по итогу? Я и тут не понял, что произошло. И тут не долутал. Столько дел, столько дел. Я же говорил, у нас сегодня столько дел. Что, давайте досмотрим, что тут вообще было. Ладно, идем тогда в главное здание. Че ты не бегаешь? А с оружием бегает. Опять темень. Внизу максимум опять будет какой-то лут, в принципе. Да, где? Кто? Иди сюда. Ого, у вас тут. А что мне еще по оружию? О, а давайте используем. Испробуем, вернее. Ничего у нас тут. Сзади даже что-то. О, ну, слабое, слабое. Очень слабое оружие. Понятно. Че и быстро перегревается. И это перегревается. Что это за стволы-то такие понабирал себе? Как-то не заладилось у меня. Иди, иди. Еще кто-то, да, где-то? Презакончили. Вам не кажется, что как-то многовато их будет, да? Тут на квадратный метр. Еще кто-то вызвал. Просто со всех щелей повылазили. Я только так и не понял. Это оружие перегрелось в момент. Это как-то тоже себя не очень показывает. Но, якобы, по анимации оно... Не по анимации. По тому, как оно выглядит, оно грязное. Еле стреляет. Ну, скорострельность куда-то делать. Кстати. Вот так. Чисто по приколу. Все равно эта пушка бесполезная. Так же бегаешь, так же бегаешь. Ну, и все тогда. Я сейчас приду. Кто-то после перепоя. А ты! Ну, нормально. Еще кто-то все равно. А ну, а ну. Мне понравилось. Да, блин. Все, мощную тут просто обложили. Сорян. Долго раскручивается. В общем, так кто-то даже не перезаряжай эту помойку. Меня выкинем при первой же возможности. А, тут вертолет упал. Это было все-таки по светлому сюда приходить. Тихо, не падай. Тома, держись. Вот, смотрите, что имеем. Прям в здание упал. Ничего себе. А тут я был. Да, я там был. Хорошо. И что у нас тогда наверху? Тут на меня напали со всех сторон. А тут я был. Идем выше. Тут здание наладан дышит. Я так просто сюда бы не полез, если честно. Ничего примечательного я не вижу. Так. А вот тут что-то интересненькое. Вот, смотри, как раз заменим эту пушку. И... Я уже всех гюль перестрелял. О, я что-то тут хорошенько. А мне, по-моему, был прибор ночного видения. Или это не он? Верстак. Это я удачно зашел. Аптечки есть. Шариков сделаем. Мне как раз сейчас и в поход. Это мы разбираем. А, можно зажать. Я понял. Прикольно. Вы придумали. Оружие чистое, между прочим. Но делает оружие менее удобным. То-то такое. Ставим. Ставим. А, нет. У нас же приклад есть. Стабильности. Навалили сколько. Ага. Это у меня были части грязные. То есть, понятно. Оно суммарно, видите, складывается. По поводу грязности. Это сочетание ствола и дульной насадки. Предназначено для повышения точности наносимого урона на дальней дистанции. Не лучший выбор в ближнем бою. Понял. Да. В ближнем бою как-то он себя проявил не очень. Ну и наш папка. Без него мы никуда. Сейчас. Момент. Потупил. Не глянул, что у меня. По поводу вот этого всего. Вот. Чуть-путь тоже надо. Вот это электрооборудование. А это что? Учитель сигнала ПНВП. Ага, тут какой-то улучшенный прибор ночного видения. Понял. Что по карте? То есть, все, вот поразведали, да? Вопросик стал домиком. Отлично. Ну и тогда пока темно, быстро я тогда побежал на задание. А ну говори, барон. Всем слушай, барон говори. Пацаны, что с авиабазой? Про два звонить, да, уродов расплодилась тьма. Я тебе когда сказал, что там зачистить? А барахло ценные и особенно куски собрать и чудо привезти? Какого хера куча хорошего железа пропадает? Пацаны его там рассаскивают, да друг другу морды бьют. И не смотри даже, что ты там спасающим насачен. Людей нет, зашиваешься, ты не справляешься. Да ты прямо так скажи. А если подписался, так давай предоставать. А то неясно, ты за кого меня вообще держишь? Все, отбой, барон, канал. Я таки не понял, зачем этот барон вообще свою варежку там что-то открывал. Пацан, так хорошо меня кусать. Семь, ты загрязываешь, ты понял, ты понял? В смысле она атакует? А, че, 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 че. И что? А, она просто, я понял. Так, здравствуйте, мои хорошие, ну что, приступим? Рассказывай. Артем, мы тут осмотрелись. Главные ворота охраняют небольшой отряд. За ворота еще через Зиндан. Подземелье можно идти. Там Мунай Байлер рабы держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Пойдем, проведем тебя. Давай. А вы заметили, что вторая локация, и вот опять парочка организовалась. То есть, ну он явно, вот там, там, мир с Гюль. Если получится предыдущий же, что же мы? Он люди неплохой. Мунай Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Да я понял, что не переживай, погнали. Клин, опять пушку, да, испачкал. По-любому. Ты не зайчик. Где он насчет местных правильно говорит? Вот. Нам сюда. Не сюда? Молоко сосы смешные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Решетка, значит. Угу. Есть карманный автоген? Попробуем. А карманный автоген? Попробовали? Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Ничего силач, вы поняли, да? Все, пока. По-любому сейчас будут на путь, светом, всякое такое. Ого. Дикарь, плохой или хороший? Я что-то теперь не понял. прямо сюда и тянуло не поворачивайся выезжали с протокол м в ракторах продолжение меняло в ракторах в ракторах евро в ракторах все сюда по логинам вот и в этом месте скидка еще увидел это не понимая где зона засвечена и где нет поэтому не подходит вот он не сюда не лезет карди горяк араб и дикарь а это разное все понял а в в в в в в в в 1 в салоне слава послужил прав твоему ночлегу вернее место для ночлега уже не против был правильно и смотришь на меня о выходе я таки не понял спалили меня или нет то был раб все текаем 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 текущий кажется я пробрался в составе пропала а судья красиво у них тут а это отлично зря я значит волновался смотри цистерна залита под горлышко хорошая новость но есть и плохая пока ворота закрыты и забрать ее мы не можем товарищ полковник это дамир цистерна у нас но возникли проблемы с воротами вас понял работаем по резервному плану действуйте по обстоятельствам видишь провода от ворот ведут на вышку но как туда попасть прямо крепость неприступная ну тут какой вопросик молодые люди вы серьезно задумали атаковать нашу крепость я конечно уважаю храбрость но умирать просто так все же не стоит ну кто у вас главный поднимайся ко мне то есть смотри как заговорил гад на все сто восемьдесят развернулся а ведь мы ему насолили как прячь волыну и поднимайся ко мне иначе прольется море крови и совершенно зря альбомы гюль захватили ну что тут голову открыть ворота и впустить гостя я я уже наверх на вышка есть план она уже наверх на а ну она уже там ну как раз сохранилась ну погнали смотри смотри поднимайся тебя никто не тронет если там конечно не нарвешься не наржавится мне это но вариантов нет если не уедем все об этой пустыне ляжем рано или поздно еще на все так что ты качал от того обойтись в 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 но у вас много в чём подойти поправлять не надо давать не надо а левчат м подсказывает ничего а там уже как послал спасибо счастлива а он девочка его проститутка у него или что там в субботу в сутки ух ты контент пошел 18 плюс ладно пробегаем да да это я у меня жена сорян это тык бугру ну да заваливай и не дуплет воу 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 не ожидал такого приема спрячь оружие здесь мы можем поговорить сняв маски всем присутствующим я полностью доверяю он мне что-то подольет странно что я не особо расстроен вашими шалостями я его по-другому кстати представлял что ты делаешь наш мир жесток староват я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка без которого нет надежды на что-то лучшее нет самой жизни но перейдем к делу вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой а значит у вас есть важный цель и цель это где-то далеко я готов помочь вам достичь ее предоставил горючее для продолжения путешествия взамен 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 же я попрошу немного отдайте мне гюль приведите ее и все мы выиграем я получу гюль вы горючее и все будут жить долго и сейчас а то что гюль вон наверху слева прицел уже вижу ну что ух 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 я думал мне прям надо будет ее предать или не предать ну конечно же там закрыто с той стороны трус как говорить с таким что все это как я 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 понял ух ты откуда вы лезть тут будете ума это место подожди подождите на пузырь жопа вы куда пули летели перед этим вопросом да в 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 дает варон помочь я а и и и и пока ты балаболишь мы тут твоих парней разбираем на тыкю ты смущаешь своих подопечных они видят тебе некий символ вокруг тебя им мерещится эдакая аура запретности бунтарства аура никого не нужных проблем но твоя смерть сможет ее развеять почему замолчал а? Артем я пойду туда пока собака не убежал совсем давай туда его поймать и дверь тебя открыть а ты куда так дверь же вот а ты залезешь оттуда понял опа а ты че будешь ждать а ну иди сюда если он в меня попадает блин сбоку главное стоит то и попадает в меня ну 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 о опять все тут до красна у нас разогрелось а оно таки будет красное оно я эту пазлу прижал и ты меня тут прижал так кто то кто то идет слышу шум здравствуйте а у меня нет ничего тебе бросить такого о есть ха ха иди сюда на кайфанул я пробивай брата маслята ёк прижал бакуна бонусом через стенки умудряется меня пробивать я конечно рад, вот О, Дамир подтянулся, походу Вот это бойня, ты, я смотрю, не сдерживался Да ну как тебе сказать Что случилось? О, ничего себе Вот значит, о каком плане Гюль говорила Подожди, она подорвалась, походу Какого черта у вас там происходит? Уходите оттуда Я пошлю ребят прикрыть отход Сейчас, секунду Что подова она подорвалась Ты мне поддаётся, Артём, давай поднажмём Да я пришёл, давай, Артём, толкай Да нет Опа И вот с этим наметят, занимаю потенциал Ты хотела создать новый мир? Не выйдет Здесь Да ё Да ё Ё Ё Держу Займись бароном Да В смысле он старый дед пердет, Алё Артём, убери голову Жинка у нас же снайпер Красава Ну всё, все живы вроде как Народ открытый, цепляем цистерну Выдал мой народ надежда Я это Никогда не забуду Но война для меня только начался Теперь Надо закончить дело Артём, нас привела сюда твоя мечта Но моему народу она не поможет Теперь это и моя война Решил остаться Уходи, Артём Иди к своей мечте Это предсказуемо было на самом деле Живи, зайчонок Я так волновалась Что происходит? Почему там те взрывы были? Фанатики с Волги, людоеды из бункера в горах Рабовладельцы с берегов высохшего моря Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда? А война лишь дала им возможность проявиться во всей красе И теперь от них никуда не деться? Сможет ли Дамир, оставшийся в пустыне Чтобы вместе с Гюль привести их народ к свободе Справиться с ещё одним чудовищем Инерцией мышления Заставлявшей местных десятилетиями Переносить любые тяготы и лишения И не щадя своей жизни Служить тиранам Не знаю Это чудовище может оказаться посильнее всех остальных В любом случае терять надежду рано Мы всё ближе к нашей мечте Найти пригодное для настоящей жизни место Без радиации мутантов На добытых в пустыне картах Обнаружилось несколько многообещающих вариантов И весь экипаж с нетерпением ждёт решения полковника Куда же Аврора отправится дальше Пока же поезд плавно катится на восток Экипаж отдыхает А Степан сделал Кате предложение Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Кашель этот дурацкий Вроде уже выехали из этих песков А все не отпускает Так курить брось Как тебе идейка? Из чего только крест крутит Эту гадость Но ничего страшного, уже прошло Ребята, не хочу вас отвлекать Но вы подтягивайтесь потихоньку Там стол почти накрыт Одну минуту, Степа Мы скоро будем Ну что, Тёма, пойдём? Или побудем ещё? Так хорошо Знаешь, Артём Я вот смотрю на Стёпу с Катей На нас с тобой И думаю, как же нам повезло У родителей-то моих всё совсем не так было Плохо было Я тебе рассказывала Отчего мама умерла? Нет, конечно Отец её довёл Он тогда ещё жёстче был Придёт со службы, сапоги скинет А у самого лицо всё перекошено Сразу к бутылке Ругались много Всё за закрытыми дверями Потом пропадал И пока его не было Она тоже прикладываться начала Когда трезвая была, плакала А как выпьет, мечтательная такая становилась Знаешь, как она меня звала? Просто А Обнимет меня Говорит Мы с тобой, А, поедем когда-нибудь Мой родной город, Владивосток А оттуда в посёлок, что на самом берегу океана Мне тогда пять лет было Мало что понимала Но посёлок и даже океан могла себе представить Потому что верила ей Верила, что поедем А потом она с собой покончила Дрянью какой-то отравилась После маминой смерти отец пить бросил Раньше на меня внимания особо не обращала Когда она умерла Больше одну не оставлял Везде таскал с собой Но про неё мы с ним за всё время говорили Только пару раз и всё У меня кукла была Жанна Я с ней играла, будто она моя дочка И мы поехали на океан Потом отец спрятал её куда-то Сказал, что потерялась Не хотел, видно, чтобы я себя несбыточной мечтой мучила И я тогда придумала, что она во Владивосток уехала А теперь и я еду Пусть и не во Владивосток, зато с тобой Мечта сбывается Кстати, мне всегда было интересно О чём папа мечтает? Он же должен уметь мечтать Так вот о чём? О погонах? Так он сам себе мог любые навесить Будешь, врага, да Глебни и станет легче Людей споровай А что им дальше делать? Под землёй сидеть? Никогда не понимала его Чем он живёт? Что ему надо для счастья? Может и ничего Устал? У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне В метро о таком, как ты, не думается А тут, наверху, другое дело Я вот знаю, что хочу Ноги в песок зарыть Строить из него крепости для малышей Я себе двоих представляю Девочку и мальчика Мальчик на тебя похож Потом бежим купаться Сейчас у меня всё рослось Даже у нас был секс Вот это она теперь захотела поговорить после него Я понял Валим Она не закроется Да-да-да-да-да-да-да Всё, пока Было приклад Ночь была гениальна Да-да-да Я скоро вернусь Вызывает срочно на работу Здравствуйте Я ещё посижу немного и приду Угу Но у тебя история не заканчивается Вот какой у нас тут быт А, это свадьба празднула, да? Молодцы Какая она красивая Давай, давай Больше страхи Так, ты что? Эмм Ребят, ребят, мы с делом займёмся Ребят 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 Мы его рассмешили Спасибо Это было незабывание Большие таланты Я долго молчал, но больше не могу Артём, садись ко мне поближе Он невыносим Я думал, мы делом займёмся Вот это вот тут Добрый, нерзывчивый Да, да Я что я пропустила со стажем Их удивительный танец Тот момент, когда я пытался Выслушать все истории от тебя Вот что ты пропустила Так Полгода пути И четыре тысячи километров позади Нам через многое пришлось пройти До мира Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных Мы нашли место Мы нашли место, которое может стать для нас новым домом Это речная долина Там есть лес, там есть гидроэлектростанция И это место удалено от населённых пунктов Что очень важно Как показывает опыт нашего путешествия Так вот, мы примерно в двух днях пути оттуда С чем я вас всех и поздравляю Ура! 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 Они хорошо Какое дело Степан Катя Ух ты... к 할ца Степан, Катя Повторяйте за мной Я беру тебя в законные супруги И с этого дня клянусь любить тебя И с этого дня клянусь любить тебя И с этого дня клянусь любить тебя И в горе и в радости В богатстве и в бедности в богатстве и в бедности в болезни и в здравии и до тех пор и пока смерть горько дать эти все штуки как капитан этого корабля объявляю вас мужем и женой многое лето будьте счастливы и когда не успели принт сделать на да 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 а я что-то что случилось что простите что раньше не сказала ты что-то знала о чем ты родная ямонтао когда меня наверх утащили тот упырь врач сказал легкие распадаются газа после того подвала на мосту разъела да как ты можешь верить этой этой твари мы же из пустыни только по песок он же как наждак не переживай катюша артем на пару слов все нормально артем иди все хорошо и полицию вижу да у тебя вообще все замечательно так дорогая держись я приду а давайте мы закончим на самом интересном вот что будет дальше мы узнаем следующей серии не пропустите